Уважаемые друзья, я очень рад приветствовать участников и гостей конференции, представителей налоговых ведомств из разных стран мира, а также международных организаций. Мы сейчас имели возможность коротко со многими переговорить. Ещё раз хочу поблагодарить их за то, что они сошли возможным и нашли время приехать сегодня в Россию. И, конечно, хочу поздравить всех сотрудников Российской налоговой службы с профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов. Поздравляю вас и желаю всем очень хорошего. Напомню, что современная российская налоговая система формировалась буквально с нуля. Мы с вами понимаем, какая налоговая система была в Советском Союзе. Чисто формально ничего в рыночном понимании этого слова от налоговой системы в СССР не было. Ещё совсем недавно, в середине 90-х годов, у нас существовали десятки федеральных, региональных и местных налогов. Даже элементарно разобраться в подобной ситуации было просто невозможно. За прошедшие годы проведена колоссальная работа по формированию и упорядочению законодательной базы. Принят налоговый кодекс. Сегодня количество налогов сократилось до 13, плюс существует 4 специальных налоговых режима. Другой пример позитивного развития налоговой системы. Ещё 10 лет назад проверялся каждый десятый налогоплательщик. Сегодня только 8 компаний из тысячи проходят процедуру выездных налоговых проверок. Один из самых низких показателей в мире. Считаю, что в целом нам удалось сформировать достаточно либеральную и конкурентную налоговую систему. Вместе с тем, очевидно, что её совершенствовать необходимо и дальше. Здесь выделю следующие принципы и приоритеты. Во-первых, нужно сделать налоговые процедуры максимально удобными и комфортными для людей, для участников бизнеса. Во-вторых, усилить стимулирующую роль налоговой системы, прежде всего для структурного обновления экономики, социальной сферы, для поддержки инноваций. Сама фискальная нагрузка должна распределяться более справедливо по разным секторам экономики. Третье. Необходимо обеспечить устойчивыми налоговыми поступлениями все уровни бюджетной системы, от федерального до муниципального. Разумеется, далеко не только ваша задача, или, может быть, далеко не ваша. Здесь само правительство, Государственная дума должна подумать над этим и вернуться к этому, довести дело до того, чтобы справедливо распределились налоговые поступления во все уровни системы. Но и ваша роль здесь тоже немаленькая. И, наконец, четвёртое. Гарантировать предсказуемость и стабильность налоговой системы, как важнейшее условие успешной реализации долгосрочных планов стратегического развития страны. Позиция правительства заключается в том, что мы последовательно должны увеличивать доходы казны, но не только за счёт роста общего налогового времени на граждан и участников экономической деятельности, а за счёт повышения качества налогового администрирования, поощрения экономического развития, обеспечения темпов экономического роста, а значит, расширения самой налогооблагаемой базы. Такая логика даёт отдачу. Важнейшим результатом системной работы в налоговой сфере стал рост собираемости налогов. Мы считаем, что в текущем году в консолидированный бюджет России поступит около, вот мы сейчас только говорили с руководителем налоговой службы, сейчас уже 7,7 триллиона собрано. До конца года ожидаем поступление 9 триллионов 800 миллиардов рублей. Для сравнения скажу, что это в 7 раз выше уровня 2000 года. В 2000 году в консолидированный бюджет поступило налогов на сумму 1,4 триллиона рублей, а в 2010 – 7,7, вот сейчас на этот период уже 7,7 в этом году. Яркий пример эффективных решений в налоговой сфере – налог на доходы физических лиц. Сегодня его ставка в России одна из самых низких в Европе и в мире – 13%. Было очень много споров по этому вопросу. Да, собственно говоря, что значит было, они продолжаются до сих пор. Считаю, что мы поступили правильно. Прежде всего, созданы стимулы для вывода зарплат из тени. А значит, лучше защищены права работников, социальные права. Добавлю, что сборы за 2010 год по доходному налогу превысили весь бюджет нашей страны в 2000 году. Также считаю нашим важнейшим достижением практику налоговых вычетов. Она также должна быть сохранена. Речь идёт о праве любого гражданина вернуть часть уплаченного им налога на доходы в случае покупки жилья, оплаты лечения или образования. Это немаленькие суммы. Ежегодно в налоговые органы по возвращению средств, за возвращением средств обращаются около 2,5-3 миллионов граждан. А общая сумма выплат составляет порядка 50 миллиардов рублей. В сфере экономики мы используем целый ряд инструментов налоговых преференций, включая льготный упрощённый режим для малого бизнеса. Налоговая нагрузка на малый бизнес фактически составляет сегодня в среднем порядка 10%. Буквально на днях вступили в силу решения, которые позволят освободить от налога на прибыль все учреждения, занятые в здравоохранении и образовании. Это открывает широкие возможности для притока инвестиций в эти сферы, для запуска проектов, построенных на принципах государственно-частного партнёрства. Урегулирован и такой чувствительный вопрос, как налоговый контроль при трансфертном ценообразовании. Соответствующие поправки в налоговый кодекс вступают в силу с 1 января 2012 года. Это позволит свести к минимуму возможности для необоснованного снижения налоговой базы и ухода от налогов. Кроме того, налоговые поступления в бюджет будут распределяться более справедливо. Налоги останутся там, где компании ведут свою основную производственную, хозяйственную деятельность. Об этом постоянно говорили раньше руководители регионов Российской Федерации. При этом мы исходили из базового принципа. Новые инструменты контроля за трансфертным ценообразованием не должны создавать трудности для добросовестных налогоплательщиков. Это наш системный общий подход при решении вопросов о налоговой сфере. Отрадно, что по мнению людей, бизнеса, взаимодействие с налоговыми органами в целях в целом становится более удобным. Постепенно сокращается и число споров вокруг расчётов налогов. Но, давайте будем с вами откровенны, проблем, нерешённых вопросов в этой сфере ещё очень-очень много. Нужно упрощать процедуру подготовки и подачи отчётных документов, избавлять людей и компании от лишних бумаг, запутанного документа оборота, от необходимости держать громоздкие бухгалтерские службы. Могу вам сказать, что согласно отчёту Всемирного банка, подготовка налоговых документов в России отнимает у налогоплательщиков в два раза больше времени, чем в среднем по странам ОЭСР. В два раза. Особый акцент должен быть сделан на широкое внедрение современных технологий. Отмечу, что в ближайшие три года на модернизацию российской налоговой службы мы направим порядка 30 миллиардов рублей. Сегодня уже почти 70% юридических лиц сдают налоговые декларации в электронном виде. К 2015 году доля должна вырасти до 80%. То есть практически каждый, кто предпочитает работать в налоговой службе в режиме электронного документа оборота, смогут это сделать. Граждане также смогут отслеживать и осуществлять свои налоговые платежи в интернет-формате. Такая практика уже развивается и действительно оказалась удобной и востребованной. Вы хорошо знаете, что как раз из-за ошибок в адресах, в персональных данных и в самом исчислении платежей 33 миллиона наших граждан стали невольными должниками по различным налогам. Общая сумма налоговой задолженности, которая возникла не по вине граждан, составила 36 миллиардов рублей. Мы приняли с вами решение списать такие долги, возникшие до 1 января 2009 года, в упрощённом порядке. Соответствующие поправки в законодательство вступают в силу с начала нового 2012 года. Обращаю внимание, налоговые органы уже в течение первого квартала 2012 года должны будут завершить эту работу. Я прошу всех руководителей держать этот вопрос под особым личным контролем. И ещё. Налоговое ведомство не только осуществляет чисто фискальные функции. Вы важнейшие участники работы по созданию конкурентного делового климата в нашей стране. Поэтому нужно выстраивать конструктивный диалог с налогоплательщиками. Внимательно и кропотливо подходить к решению возникающих проблем. Помогать бизнесу и гражданам разбираться в налоговых тонкостях и инновациях. И не преследовать за несущественные ошибки. Разумеется, нужно поправлять, но не преследовать. Помогать нужно людям. Работа должна строиться на принципах уважения, прав и защиты интересов добросовестных налогоплательщиков. Конечно же, нужно плотнее работать с общественными организациями, деловыми кругами. Учитывать их предложения по совершенствованию налогового законодательства, внедрению удобных форм взаимодействия. Особенно это важно сейчас, когда мы реализуем крупные интеграционные проекты. Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана заработает уже с 1 января 2012 года. Фактически начинается конкуренция за налогоплательщиками. Мы с вами должны это понимать. И нам нужно создать максимально привлекательные налоговые процедуры. А то переедут. В Казахстан уже перерегистрироваются некоторые компании, да и в Белоруссию поедут. Наша система налогообложения и администрирование, ещё раз повторяю, должны быть конкурентоспособными. Нам нужно задать самые высокие стандарты мирового уровня. И в заключение ещё раз поздравляю и желаю вам успехов. Спасибо вам большое за работу. Понимания этого слова от налоговой системы в СССР не было. Ещё совсем недавно, в середине 90-х годов, у нас существовали десятки федеральных, региональных и местных налогов. Даже элементарно... Уважаемые друзья, я очень рад приветствовать участников и гостей конференции, представителей налоговых ведомств из разных стран мира, а также мельников российской налоговой службы с профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов. Поздравляю вас и желаю всем хорошего. Напомню, что современная российская налоговая система формировалась буквально с нуля. Ну, мы с вами понимаем, какая налоговая система была в Советском Союзе. Ну, чисто формально, ничего в рыночном международных организациях. Мы сейчас имели возможность коротко со многими переговорить. Ещё раз хочу поблагодарить их за то, что они сошли возможным и нашли время приехать сегодня в Россию. И, конечно, хочу поздравить всех сотрудников...